Жители Петрозаводска в своих обращениях к главе города и Карелии чаще всего упоминали такие проблемы, как состояние дорог, инфраструктура, а точнее ее отсутствие на участках по ДЖС, замена ветхих сетей электро- и водоснабжения. Одна из частых тем – зловонный запах летом, особенно на ключевой. Предполагаемая причина кроется в функционировании канализационных очистных сооружений. Для решения проблемы была создана специальная межведомственная группа и уже утвержден план мероприятий. Строительный сезон текущего года в ПКС «Водоканал» будут обустроены распылительной системой нейтрализации запаха, мокрый барьер вокруг иловых хат и система вентиляции с ассорбционным фильтром. Также в плане мероприятий – вывоз с территории очистных сооружений почвогрунта, образовавшихся в результате компостирования пилового осадка. Очистные сооружения города тоже были в центре внимания участников совещания. Пока очистка стоков не соответствует нормативам и решение суда обязывает мэрию устранить эту проблему, построить ливневую канализацию. Единое очистное сооружение обойдется казне Петрозаводска только на первом этапе строительства в 17 миллиардов рублей. А это несколько годовых бюджетов карельской столицы. Альтернативой может стать строительство локальных очистных сооружений, заявил мэр Любарский. Нужно все-таки попробовать реализовать некоторые ракальные вещи. Сама ливневка, она очень дорогая. Об этом звучали цифры, они там уже зашкаливают. Но не делать ничего тоже не нужно. И вот то предложение, которое сделали эксперты, сделали проектировщики очистки поэтапной ливневой канализации, его нужно, на мой взгляд, реализовывать. И мы готовы стоять рядом и помогать, по крайней мере, чем мы в этом плане можем. Также в городе, который разрастается с каждым годом, необходимо повышать надежность электроснабжения. Аварийных отключений становится меньше, но проблема все же не решена. В Петрозаводске по-прежнему происходят веерные отключения электричества, то есть затрагивающие сразу несколько районов. В 2023 году мы также планируем выполнение работ, направленных на повышение надежности электроснабжения, по замене сетей в микрорайоне Древлянка, по строительству новых распределенных пунктов для повышения надежности электроснабжения, части перевалки и набережной Варкауса. Будем строить, соответственно, новые кабельные линии на Куковке и в частном секторе университетского городка. Что касается дорог, то в этом вопросе планы вообще грандиозные. В следующем году ремонт моста Намерецкого в перспективе подземной и надземной переходы через железнодорожные пути в городе, замена моста в Соломином, соединение или продление улиц, чтобы разгрузить центр Петрозаводска. И даже когда-нибудь вторая очередь Гоголевского путепровода. 23-й год у нас Лососинское шоссе, мосты. А вот то, что касается дальше, то есть проекты есть, но надо определить опять-таки их поэтапность. То есть что мы должны сделать, исходя из интересов города и жителей. Все сразу не сделаем. Артур Парфенчиков попросил у Министерства дорожного хозяйства и главу города определиться с конкретными планами по развитию дорожной сети на 2024 год, чтобы понимать, на что просить финансирование у федерального центра. Щебекин и Любарский заверили руководителя региона. Понимание в этом вопросе есть. Анжела Дробышевская, Служба новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин